МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Избиение, угрозы огнестрельным оружием, бандитские наезды. Казалось бы, рэкет остался в 90-х, но некоторые из КСК до сих пор практикуют их методы. Сегодня мы расскажем историю противостояния жильцов и председателя КСК. Травматический пистолет, как последний аргумент в споре с жильцами. Он стал размахивать там пистолетом. Я у него прямо на суде, я у него отобрал этот пистолет. Председатель КСК готов подать в суд на весь город. Он не занимается КСК, он только ходит по судам. Вы посмотрите, он даже хвастается в интернете, что он там тысячи судов выиграл. Председатель отремонтировал крышу лишь над своей квартирой. Остальные же тонут. На крыше есть дырка, вот оттуда и все. Когда сегодня дождь идет, сюда попадут. На протяжении 15 лет жильцы этого дома, что стоит по Пушкино, борются за право самостоятельного выбора председателя КСК. Несмотря на то, что в законе строго написано, что председателя избирает общее собрание, а в уставе КСК есть пункт, что эта должность избирается сроком на два года, все эти годы председателем КСК НУР, несмотря на все недовольствия людей, является одно и то же лицо. От каждого дома приходит один человек, приносит доверенность якобы от жильцов дома. Вопрос, по которому проходит голосование, там не указан. Просто доверенность и все, на все общие вопросы. И вот этой доверенностью он голосует на всех буквально собраниях. Доверенность выписана на три года как бы между им и вот этими жильцами дома. И голосует по всем собраниям, многократно одной и той же подписью. Вот подпись стоит, доверенность человека, там списком, общим списком все идет. И он всем этим голосует по всем буквально вопросам и всегда за. Когда мы пытаемся провести собрание, он на эти собрания не приходит. Сам собрание проводит втайне от всех членов ПКСК. Мы даже не знаем, где и когда он их назначает и проводит. И вот пришли люди, мы собрали этих людей. Пришло где-то около 50-60 человек от всех домов, по два, по три человека. И вот когда мы им показали эти доверенности, копии доверенностей, которыми он голосует на этих собраниях по своему переизбранию, люди стали говорить, а это не моя подпись, а это не моя подпись, а это не моя подпись. Мы тут же собрали с них бумагу, типа заявление прокуратуру нашего города, района и города, где указали, что люди отказываются от своих подписей, это не их подпись. Но после этого никаких движений не было. Более того, с каждым разом все больше жильцов боятся вообще спорить с ним. Было с его стороны избиение беременной женщины, когда вот тоже у нас пытались тут провести собрание по поводу того, что у них там пожар был в 48-м доме. И опять он кидаться стал на Джамилю, вот она предприниматель у нас. ИП у нее там своего, салон красоты. Он стал на нее кидаться, женщина говорит, что вы делаете? А стоит беременная тоже, он говорит, что вы делаете? Он ее ударил, беременную женщину. Ну что это, нормально? На этих кадрах видно, как многоуважаемый председатель избивает женщину-предпринимательницу, у которой в этом доме салон красоты. Я сюда пришла, как маме, что теперь у меня дома ремонт не делали. У вас как следушники было. Да какая мне разница, как следушники, мы не горели, по крайней мере. А теперь горите, у вас и старшего дома нет. Да и слава богу, что нет. Вот такой, как вы, попадет, не дождь, ничего сделает. Подойди, давай, стукни, еще раз меня стукни. Он, Баган, я не стукнул тебя, и не стукни. Вот, свидетели, ты меня стукнул. Вот, вот, вот. И тебя сотовый. Давай, давай, давай. Несмотря на все улики, дело сошло на тормозах. Причина конфликта – помещение, в котором открыт салон. Председатель уверен, что оно должно принадлежать ему. Даже несмотря на то, что предпринимательница является его владельцем. Чтобы выжать женщину, глава КСК «Нур» отключил ее салон от всех коммуникаций, просто вырезав трубы. Салон красоты «Камила». Он говорит, он им просто отрезал отопление, и уже 7 лет этого отопления нет. Хотя, вот он говорит, вот «Цеснобанк» в этом же доме находится, у них есть отопление. Я говорю, почему это? Ему вы разрешаете подключаться? А салон красоты «Камила» нет. То есть вот эта избирательность идет именно у него. То есть я хочу – даю, хочу – не даю. В этом доме весь первый этаж занимают 18 коммерческих помещений, из которых 5 регулярно судятся с председателем КСК. У Андрея Ставолосова в этом доме квартира и салон красоты. Он тоже попал в черный список председателя. Я лично был свидетелем, как он представил пистолет человеку, именно с парикмахерской «Камилой», девушке. Все, как говорится, было сделано заявление по этому поводу, по факту в РОВД. Вот, то есть, но, как говорится, я был свидетелем, я сидел в машине, я просто трогал, такой травматический пистолет представил в голове. Ах, ты свидетель, я тебе устрою, у тебя незаконное помещение, и я тебя, говорит, по судам затаскаю. Что он и делает благополучно. Кстати, этот пистолет фигурировал ни в одной стычке председателя и жильцов. Какой-то вопрос в суде решали, вот, и он стал размахивать там пистолетом. Я у него прямо на суде, я у него отобрал этот пистолет, по башке ему пару раз стукнул этим пистолетом. Ну и пришел пристав, потому что он за меня кидался, там, хватался за меня. Вызвала судья пристава. А пристав первым делом он просил, а у вас есть разрешение на оружие? Как будто в порядке вещей можно в суд заходить с оружием, понимаете, на заседаниях суда. Ну, короче, отдали ему пистолет, вернули. А судья написал в протоколе все как было. Выписка из протокола, в принципе, у меня есть. Еще один был случай с его бывшим техником, который у него работал, Ведмила Ивановна Михайлова. Так, там он тоже, когда она стала против него выступать на собраниях, он тоже ей приставлял в голове пистолет и говорил, что он ее что-то не убьет. Потом, когда она обратилась к участковому, тот стал его вроде как вызывать, допрашивать, то есть, и знаете, что они там написали? Он пошутил. Нормально, да? Пошутил товарищ. Своё обещание мстить председатель сдержал. С того момента в сторону Андрея Стволосова посыпались разного рода обвинения и лжедоносы во все инстанции. Вот такие объявления, в которых председатель обвиняет Андрея в мошенничестве, называя должником и вором, еженедельно появляются во всех подъездах дома. Только на судебное разбирательство за 4 года мужчина потратил более полумиллиона тенге. Я показываю бумагу, что с 2005 года вы все знали. Он говорит, нет, это подделка. То есть, на любой документ, он говорит, подделка. Что бы я ни представил, он говорит, подделка. Вот, и постоянные угрозы, постоянные угрозы судебными разбирательствами. Во всех инстанциях мужчина доказывает, что коммерческое помещение принадлежит ему на законных основаниях. Однако председатель с ним не согласен. Это было выкуплено у государства, то есть у госком имущества. В свое время, потому что я это не выкупал, выкупали другие. Я являюсь четвертым правообладателем, хозяином. То есть, это первый этаж, который изначально был... Изначально были именно нежилые помещения. То есть, это были коммерческие встроенные помещения. Он утверждает, что госком имущество не имело права продавать эти помещения. Но, тем не менее, мы показываем документ, что ему никто их не передавал. Он доказывает, что это его собственность. И что он в этом доме хозяин. И все, что он скажет, то так и будет. Вообще судиться с председателем смысла нет, говорят жильцы. Несмотря на все неоспоримые факты, по любому вопросу решения чаще всего выносятся в пользу председателям. Прокурор обращался, он сказал, мне говорит, вот лично мне он сказал. Вы знаете, что он нам надоел. Он нам надоел, он на нас в суд подает. Как и мат тоже самое мне говорит. Он нам надоел, он на нас в суд подал. А делать ничего не хотел. Вы сами решайте, вы сами переизбирайте. А что толку? У него до обеда два процесса, после обеда два процесса. Это разве нормально? Он не занимается КСК. Он только ходит по судам. Вы посмотрите, он даже хвастается в интернете, что он там тысячи судов выиграл. Свежепокрашенные стены, выбеленные потолки, цветы на каждом пролете. Этот подъезд выгодно отличается от всех других подъездов этого КСК. Ведь здесь живет председатель. А это соседний подъезд. Как мы видим, разница колоссальная. Обшарпанные стены, следы потопа, сырость и плесень. Это видео было сделано в феврале этого года. На данный момент ситуация не изменилась. Вот отсюда, с чем ударка, оближала вода в квартиру. Вот уже который год жильцы просят председателя починить крышу. Но ремонт так и не ведется. Посмотрите, что я делаю вам. Вот, у меня все валится, иди сюда. Вот, вот. И ничего. Он вообще слушать нас не хочет. Он даже может сказать, что это не мой дом. Понимаете? Вот что он может сказать. Это не мой дом. А целевые мы ему платим. Каждый месяц. На крыше есть дырка, вот оттуда и все. Когда сильный дождь идет, сюда попадает. Вот, видите, следит. Папец, кюшу, парень. Вот тут стоит. Ремонтируют. Глава КСК предлагает жильцам самим скинуться и отремонтировать кровлю. Так как в КСК на это денег нет. А если ветром снесет, на кого-нибудь упадет? Вчера унесло. Вчера на полете. А там крылья, наши не крылья. Человек из его правления, его правая рука была у него одно время, он секретарем нашего правления был, кооператива, он сказал о пропаже 4 миллионов еще дополнительно. И он, Жуматаев, это признал письменно, что да, 4 миллиона, да, 930 с лишним тысяч тоже. Пропали? Да. А как они могли пропасть? Уголовные пропасти? А вот спрашивается. Он стал говорить, что он сделал, когда перешел на Поксимире, свою подпись передал бухгалтеру, и она вроде там что-то нахимичила. Но если нахимичила, пусть вернет или пусть ее посадят. Так, затирают и с концом, и мы не знаем, вернули деньги, не вернули, по документам не видно. Несмотря на свое правдолюбие, пропавшие деньги председатель не ищет. Эдуард Рогов – житель другого дома, также входящего в КСК НУР. Он тоже не перестает ходить по судам. С тех пор, как жильцы решили перейти в другое КСК, череде судебных заседаний нет конца. Все суды по, скажем, выходу нашего из КСК НУР, и вообще не только нашего дома, скажем, Пушкина 41, как правило, заканчиваются в интересах Жуматаева. Вот. Поэтому, как бы, люди уже все просто уже не верят и боятся Жуматаева, что он потом их допекает судами, постоянно всех третирует судами, угрожает. Более того, у жильцов есть реальные опасения за свою жизнь и здоровье. Когда мы пытались еще перейти в другое КСК, он сказал, что, значит, все равно я вас верну, и вот, и потом я устрою проблемы, как бы, и тому КСК, в который вы ушли, устрою проблемы, и, значит, и вам тоже проблемы устрою. То есть сделают так, что вас никто не будет обслуживать. А учитывая то, что у нас уже было один раз возгорание подвала, это в 2014 году, вот, и фактически, значит, как бы, вину, ну, не нашли причину. А официальной причины нет. Тушили пожар, официальной причины нет. Это как раз тот момент, когда была избита жительница дома Пушкина 41. Вот, и второй вариант тот, что, второй аспект тот, что, значит, у нас был открыт газ, это 26 марта 2015 года, когда никто не мог понять, откуда идет газ, это несколько дней. Потом вызвали службу ЧАЭС и определили, что у нас была отворочена гайка на коммуникацию трубопроводов. Гайка, которая, манжеты уплотнения, просто отвернутые. Когда этот газовик приехал, мы его спросили, как могла быть вообще отвернута гайка, почему? Я говорю, не знаю, говорит, ну, может быть, землетрясения там, какие-то подвижки идут. Ну, вообще-то это не похоже, но странно, что вроде как кто-то открутил. Все ключи от подвалов дома жильцы держат у себя. И сотрудников КСК пускают только под контролем. Какие-то неизвестные лица, может быть, устроили, значит, затоп подвала, в результате которого, значит, у нас была, значит, замкнула электропроводка, мы остались без света, отопления, тепла и без воды горячей. Вот тогда нас мы вызвали ЧАЭС, вот, которая отключила нам воду. И мы, как бы, звонили Жумата, просили его, чтобы он обслужил, как бы, но он отказался. Вот, отказался, просто ничем не мотивируя. Как раз случился страшный потоп, это видео, вот мы, как бы, все утопаем в фекалиях, буквально. Собрали деньги и начали сами сделать ремонт, ну, потому что, чтобы не оставаться в дальнейшем без воды и без тепла. Чтобы выяснить точку зрения председателя, мы отправились к нему для разговора. Однако, комментировать свои действия на камеру он отказался. Откройте, вы же руководитель КСК. Почему вы не хотите слушать членов КСК вашего? Потому что ты член КСК. Материала, собранного для этой программы, хватит на небольшой сериал. Тем более, что с каждым днем ситуация разворачивается все стремительнее. Мы тоже будем не только следить, но и искать выход вместе с жильцами из этой ситуации. Это была программа ЖКХ без купюр. До свидания.